Ну хорошо, давайте типа формально начинать. У нас будет кат. Вот с этого ката я все вырежу, поэтому все, кто сейчас пришли и послушали наше начало, вы все молодцы. А те, кто пришли позже, то вы уже никогда не услышите, вообще никогда. Вы такое пропустили, я вам серьезно говорю, что в следующий раз приходите в живую запись, потому что вам все расскажут, что только что было прекрасно, и вы этого уже никогда не узнаете. Ну ладно, я быстро расскажу вводную. Мы восстанавливаем нашу традиционную QS-сессию, и так как с последнего времени прошло очень много, то мы сегодня с вами станем участниками первого пилотного выпуска. Кстати, я у кого-то фоню. Вот, вот, не знаю кого, но когда говорю... Сейчас я попробую сделать пластичный, потому что у меня микрофон чувствительный достаточно, он может ловить сейчас. Давай, попробуй. Так вот, поскольку это как бы первый вводный выпуск, то хардкорные темы мы передвинули на потом. Вот, как я вначале сказал, GMM и все такое, потому что для начального базового выпуска хотел затронуть базовые темы. И помимо того, чтобы сказать, что мы будем смотреть, рассказать то, что я считаю самым важным на самом деле, и почему именно это самое базовое важно, и объяснить. Ну, а перед тем, как мы перейдем непосредственно к вопросу о темах, я хочу представить наших участников, нашего диалога. Вот тут я эту подвязу хотел найти, но вы и так уже увидели, да, потому что я тут хотел сказать, вот, сюрприз, да, вы не ослышались, я не один в студии. Вот. И в нашей виртуальной студии сегодня со мной ведут запись, ну, как минимум, гость номер один, гость номер два. Гость номер один – это очень замечательный, многоуважаемый гость, и дорогой гость, а не просто многоуважаемый и замечательный, как прошлые гости. И он к нам еще раньше не заходил, и я попрошу его представиться, кто он такой, и немножко рассказать о себе все, что он считает важным. Так, это моя сейчас очередь, да? Да, 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 это я на тебя намекал, да. Так, медленно. Всем здравствуйте, меня зовут Иван Мушкетик, я живу в Дублине, работаю в Амазоне, и в Амазоне я работаю уже полтора года. До этого я работал где-то два года в Самсунге, а до этого я был безработным и учился в университете. Что я могу сказать? Я люблю Java, я люблю Scala, я программирую на питоне, и если вам что-то еще интересно спрашиваете, я не хочу вас утомлять по-заворам не про себя, но самое главное я уже сказал. Во-первых, ты небезработный фрилансер и адепт новых технологий. Да, адепт новых технологий, да, да, да. Надо себя рекомендовать. Хорошо. А вторым гостем, гость номер два, который ведущий номер ноль или номер один, я не знаю, но вот один из главных ведущих, который знаком вам по курсу Java. Он даже будет выпускать, в обычном он вам знаком как соведущий наших выпусков по Java в качестве студентом. Сегодня он будет играть роль в качестве соведущего. У него есть небольшая интересная штучка, о которой рассказать. В принципе, дорогой мой друг, тебя должны, наверное, все знать и слышать, но если ты представишься для тех, кто пришел первый раз, а я даже знаю, что у нас есть студенты, которые еще начали курс по Java, когда тебя еще не было, когда ты, вот, я не знаю, в какой причине тебя еще не было, но вот так случилось. Не родился еще, да, пока ты еще не родился. Скажи, кто ты и какими судьбами ты заплыл сюда? Всем привет, меня зовут Глеб. Я когда-тошний, когда-тошний одноклассник нашего многоуважаемого Вячеслава, так же, как и предыдущий представившийся человечек. Я во времена университета тоже ничем, скажем так, не занимался после этого. Фрилансер. Фрилансер. Фрилансер, я после этого, во время университета, я ничем не занимался, кроме учебы. А вот с недавних пор я устроился официально, первый раз в жизни, на работу. Теперь я программист в небольшой, но... Быстро развивающейся компании. ...компании, живу я в Киеве. Ну и все хорошо. Отлично, отлично, хорошо. Так, ну а теперь давайте перейдем к темам выпуска. Когда я начинал, в общем, подготовку к темам, я формулировку сделал такую. Это совет, который бы вы дали сами себе на начале своей карьеры. Ну, довольно-таки долго я как бы думал над этим вопросом, и как любой инженер, я попробовал обобщить. И обобщенный ответ, мне кажется, не имеет отношения к сфере IT вообще никакого, потому что он может быть приложен к любой сфере, но мы будем рассматривать конкретные примеры для IT. Ну ладно, забегаю вперед. Разговор предлагаю построить по следующей схеме. Я знаю, что ответ на этот вопрос точно есть у Ванни. Он мне об этом говорил. И сначала мы дадим микрофон нашему гостю. Он скажет свой вариант. После этого мы перейдем к тому, что я буду говорить свой вариант, но я вот, как это, я читил, сразу признаюсь, я читил. Я подготовил вам ответ заранее, поэтому он развесистый, и поэтому мы его разделим на маленькие части, чтобы смогли вокруг него поговорить. И мне все рассказали, нет, все не так, ты не прав, и на тебе по башке чем-нибудь. Но перед этим мы дадим слово нашему дорогому гостю, потому что, опять же, я точно знаю, что у него ответ есть. А если нет, извини за подставу. Жги, Ваня. Да, хорошо. Ну, я не сказать, что это большой какой-то серьезный ответ, но в целом вся идея, которую я бы сказал себе, самому, если бы, может быть, за прошлое, как построить свою карьеру, это всегда знать свою цель и куда вы хотите прийти. И от этого вы должны уже двигаться и решать, чем вам заниматься, на какую работу устраиваться, какую книжку читать, в каком проекте участвовать, какие курсы проходить. Потому что, если ваша цель – это стать лучшим Java-девелопером, это должно влиять на вашу карьеру одним образом. Если ваша цель – это стать выдающимся дата-аналитиком, то это совсем другое. Потому что в жизни очень много возможностей, очень много работы, очень много курсов, очень много проектов, очень много всего, выбора, но очень мало времени. И если вы будете распыляться на все, то есть вы сегодня год поработаете Java-разработчиком, потом год поработаете, например, Android-разработчиком, потом еще кем-то, то, возможно, вы станете хорошим разработчиком, но вы никогда не станете выдающимся разработчиком, выдающимся программистом. То есть вам нужно выбрать какую-то цель или какой-то один навык, или напор навыков, или какую-то область, в которой вы должны проявить себя максимально и приобрести максимальное самодетализированное знание, которое только можете найти. И никто не может вам сказать, что это за набор навыков. Это может быть, например, математика для кого-то, просто математика – это немножко программирование. А для кого-то это может быть, например, просто программирование, инженерия и математика – она просто будет отвлекать вас от достижения вашей главной цели. Вот. И да, возможно, для некоторых нужно получить C++, а может и не надо. Просто, возможно, для кого-то действительно будет просто пустая трата времени, потому что, ну, вы можете выучить 100 языков программирования и не стать мастером, специалистом ни в одном из них. То есть вы просто будете терять свое время, и когда кто-то может зарабатывать большие деньги и жить в своем доме, с бассейном, тратя то же время, что и вы, да. Вот. Я еще бы сказал, что, в общем, есть очень много книг, которые люди описали, как это достичь, и привели очень много интересных примеров. То есть если вам интересно, почитайте об этом немного больше. Я могу потом в чате, например, написать список литературы, которые, ну, которые выдающиеся люди описали, как они, собственно, достигли своих выдающихся результатов. В принципе, это основная такая идея. И вот еще хочу добавить, что если вы выбрали свою цель, то вы должны ориентировать свою жизнь на действительность этой цели. То есть, например, работу вы должны выбирать не какую-нибудь, и даже, может быть, не самую высокоплачиваемую, а ту, которая будет максимально соответствовать вашим целям. То есть, к примеру, если вы решили, да, я буду там, скажем, дата-аналитиком, то не нужно искать работу Android-разработчика. Потому что, ну, вас просто будет отвлекать, вы будете 8 часов тратить времени на то, что никак не соответствует вашим целям. И другое дело, что если вы выбрали работу, что вы будете дата-аналитиком, и вы работаете дата-аналитиком, то ваши шансы стать вот именно серьезной специалистом намного выше. Вот, я думаю, что как раз время обсуждений. То есть, может, Слава сейчас скажет, нет, это неправильно, математик, это вообще все. Не-не-не-не, я слушаю, я промикся, потому что, на самом деле, я буду детализировать по факту с конкретикой вот то, что ты говоришь. Ну, то есть, у меня не сильно отличается. Поэтому, как ты, ты закончил или у тебя еще... Да, я думаю, сейчас хороший момент, чтобы либо задать вопросы, либо начать спорить. Можно лучше спорить, конечно. Спорить. Ну, ты понимаешь, у меня нет поспорить, у меня не с чем поспорить. Я могу это... Сейчас, как правильно сказать. Давай я переведу это в свой ответ, если ты закончил свой. Да, конечно, давай. Если закончил. Да, да. Хорошо, потому что, на самом деле, я-то ровно то же самое. Я хотел рассказать о... Вот, как же Ваня удачно сказал... Успешным, да, хорошим девом. И вот прозвучало уже слово успешное. Я хотел бы вам дать конкретные некоторые практики, которые вы смогли применять. Эти практики основываются на том, что сказал Ваня. Вот прям, ну, действительно, на этом. Но для того, чтобы вы поняли, нужно ли вообще меня слушать. И, кстати, мы в конце обязательно поговорим о книжках. Вот о книжках на эту тему, наверное, Ваня самый лучший человек, которого спрашивать о том, что прочитать. Он ему посоветует. Я просто знаю. Он много подобную литературу читал. Поэтому, да, мы выделим время на это специально. Так вот, там прозвучало слово успешно. Поскольку я вам буду давать некоторые метрики, то... Некоторые практики, то быстро дам метрики, чтобы вы поняли, насколько вам подойдет та конкретика, о которой я хочу поговорить. Да, если вы прислушаетесь к тому полезному, великому и непоправимой пользе, которую мы сегодня нанесем, то у вас получится, так, рафли, да, приблизительно, это удваивать свою ЗП в полтора-два раза каждые два года и прыгать как минимум через одну позицию в эти же полтора-два года. Я так живу уже последние 6-7 лет. Да, это третий раз. Четвертый даже, да, четвертый прыжок. И единственный раз, когда мне не получилось сделать, отойти от своего правила, это когда я переехал в Европу, я пошел с диким понижением по ледер, по позициям, просто потому что у меня был дикий плохой английский, и я приехал для того, чтобы выучить на самом-то деле. И я пришел с хорошим понижением. Но, опять же, ЗП выросла в два раза просто, потому что это Европа. А вот позиция просела. Это было единственное отклонение. Соответственно, вот метрики, да, вот эта конкретика. Если вы считаете, что эта конкретика, если у вас лучше, то звоните, расскажите, как вы добились лучше. Если вы на том же уровне, ну, можете посмотреть, как и другие на тот же уровень выходят, и может поделиться опытом, что вам будет интересно. Если вы хотите адаптировать и получить такие же метрики, вот, вам сегодняшний выпуск, и мы сейчас детализируем все, что мы только что сказали, без СММ, без регистрации, бесплатно. Приходите, делайте, и начнется у вас все то же самое. Итак, это я такую подвязу сделал. Просто я люблю быть data-driven и говорить конкретно, что вы получите на выходе. Только не ждайте, что вы увеличите ЗП в два раза завтра, да? Каждые полтора-два года. Хорошо. Начнем с самой базовой вещи, после которой я спрошу, согласны люди с этим или нет. Самое важное, о чем бы я себе хотел рассказать в детстве, поскольку я это не понимал, да, это то, что любой человек, любой, неважно кто, хочет самореализоваться. Его самореализация проходит через творчество. А творчество всегда возможно только начиная с определенного уровня профессионализма. Из этого следует одно самое важное заключение. Не важно, по какой стезе и по какому пути вы идете, вот прям совсем не важно, да, можете это выкинуть полностью. Важно лишь то, насколько вы в ней хороши. И насколько вы близки к той стадии, когда можно сказать, что все, вот это творец, он может творить, он может в принципе решать любую задачу в своей сфере. Здесь главное понять, что абсолютно безразлично, чем вы занимаетесь. Более того, если вы думаете, что у вас есть какая-то вещь, которая вам понравится настолько, что вы там быстрее дойдете к этапу творчества, то я вас дико хочу разочаровать, этого не случается. И вот это то, что меня в свое время очень сильно подкосило. И то, о чем говорил Ваня, насчет того, что вам не важно, что вы делаете, вам нужно оставаться в фокусе. Я в свое время прыгал тоже довольно-таки часто между фокусировкой, давайте скажем так. И это меня сильно скосило, и я не понимал того, что в любой профессии есть три стадии. Первая стадия – это наивное восприятие вашей профессии, которая создается у вас Голливудом, вашими преподами, кем угодно, кто мало имеет отношения к тому, чем конкретно вы будете заниматься в будущем. Вторая стадия – это дикая учеба и вкалывание вашей профессии для того, чтобы выучиться. И третья стадия – это творчество. На второй стадии у вас уже нет наивного восприятия профессии, но еще нет творчества. В этот момент, неважно, чем вы занимаетесь, неважно, какой путь вы выбрали, только дикий самоконтроль и продолжение работы в том месте, где вы не понимаете, когда вы выйдете на уровень творчества, сколько еще выучить, чего еще выучить. Вот в всех этих непонятных состояниях единственное, что будет играть роль – насколько вы готовы играть дальше, вообще не видя конца и края. И все равно, насколько на этапе наивного восприятия профессии вам эта профессия нравилась, на втором этапе вам это будет дико не нравиться. Не бывает бодибилдера, который не прошел через стадию, когда он не мог больше идти на тренировки. У каждого была эта стадия, и никуда мы не денемся. Вот тут можете меня, если хотите, сказать, что я совсем не прав, и есть магическая стезя. Я не знаю, может, Ваня, ты сразу нашел, и сразу стал хорош, и тебя взяли в Амазон на второй день. Нет, я хотел сказать, что я читал про кого-то спортсмена, который выигрывал всевозможные олимпийские соревнования, и свой спорт он ненавидел просто полностью. Он на обеспаривающих таблетках приходил на соревнования. Ну, то есть просто потому, что он ненавидел, но он тренировался просто до того, что не мог встать с кровати. Ну, это как синеры не любят компьютеры, да. Хорошо, вот эту простую истину можно обобщить еще больше. Если ее сделать самым обобщенным, то можно сказать так. Вообще неважно направление, в котором вы копаете, важно, насколько вы глубоко туда погрузились. Мне в этом плане очень импонируют марксисты. Они в свое время сказали, я эту цитату много где повторяю, неважно, вернее, не так. Если ты... Извиняюсь, соврал. Нельзя выучить вообще все. Но если ты познать, они говорили познать, нельзя познать вообще все, но если ты выбрал отдельный объект, ты можешь его познать. Если... Да, давайте теперь перейдем чуть-чуть ближе к конкретике. Вы решили стать программистом, вы решили стать инженером, перед вас бесконечное множество возможностей начал вашего дела, да. С чего начать учить. И из первого же определения следует, что все равно. Выбирайте направление и начинайте копать. Намного проще найти на рынке то место, где нужен профи по вашему профилю, когда вы получили этот профиль, чем начинать становиться профессионалом, исходя из того, что популярно сейчас на рынке. Кстати, я опять себя слышу у кого-то, вот не знаю, ну ладно, если это не сильно вас... Если это сильно раздражает, напишите в чате, мы будем решать, если не сильно, то ладно, и будем без этого. Ну, в смысле, будем продолжать так. Я бы хотел поправить, что, возможно, если ты не знаешь, что тебе выбрать, есть такой хороший совет, ну, как бы метрика простая, это следовать за деньгами, там, где больше платят, туда идти. Почему? Потому что, если там больше платят, значит, там есть нехватка специалистов. То есть, ну... Это если ты не знаешь вообще никаких вот... Если тебе много вариантов, и ты не можешь из них какого-то конкретно становиться, то это самый простой способ. Да, я абсолютно с этим согласен. Это один из самых простых вариантов. Этот самый. Ну, вот, допустим, мы выбрали, да, сервер-девелопмент. Сервер-девелопмент Маджавил. Сейчас перейдем к мясу и вообще самому конкретному. Вот вы решили, что Android, или Android, или сервер-девелопмент Маджавил, конкретный, популярный, вы будете копать туда. Что делать? Вот, что конкретно делать? Я дам простой-простой совет. Вот даже в наших... У нас есть курс структура данных, который мы с вами, дорогие друзья, проходили, и мы там изучали интерфейс-лист и его реализацию. Вот возьмите две реализации листа и сравните их. Изучите досконально реализацию каждого и сравните производительность. Когда вы начинаете углубляться и заниматься чем-то профессионально, в данном случае вы будете профессионально углубляться в имплементацию листа. Вы так или иначе начнете изучать смежные сферы. В конечном итоге, когда вы пройдете этот путь, вы мало того, что сделаете какой-нибудь, получить ценный выхлоп, об этом сейчас я скажу, но вы еще поймете, что конкретно вам нужно выучить на следующий этап. Когда вы начнете сравнивать имплементацию листа, вы увидите, что там есть реализ, то реализ, то есть метод arraycopy. Почему arraycopy работает быстрее? А как он работает на нативной платформе? А как это померить? Вам придется выучить, как работает GMH. Если вы выучите какие-нибудь бенчмарки и правильно сможете их писать, вы поймете, насколько наивны мы делали бенчмарки в нашем курсе. Вы поймете, что нужно полезть в нативный код. Поймете, что надо немножко хотя бы знать C++, чтобы его читать. Увидя нативный код, поймете, что он разный для винды, для Mac, для Linux и зададите вопрос, а где он быстрее. В конечном итоге можете сфокусироваться даже на методе arraycopy, начав копать лист. Но на выходе, вот тут очень важно, на выходе этого процесса в несколько месяцев вы будете знать, это настолько хорошо, что ваша информация будет настолько valuable, что с этим можно легко написать статью на хаббер, получить invite и предоставить valuable информацию для синеров. Даже если вы самый начальный джун, за 2-3 месяца вы сможете накопать инфу, которая будет полезна сеньорам в вашей отрасли. Более того, вы мало того, чтобы вы сделаете produceable result, который будет интересен вашим коллегам, вы будете точно знать, что вам еще нужно выучить. В процессе этого вы изучите реально, вот руками потрогаете, изучите, что вам нужно еще и что вы не знаете. GMH, C++, возможно, вы не хорошо себе представляете, как выглядит структура JTK и вообще, куда надо было смотреть, чтобы найти native code. У вас появится огромный список того, куда углубиться дальше. Как только вы закончите с тестей, обязательно в конце у вас должен быть конкретный результат, который можно показать и поднимет вашу popularity, вот как статья. Статья о листе, это на самом деле хорошая вещь. вы найдете по-любому там найдете интересные результаты, о которых никто раньше не догадывался. Просто потому что никто не мерил. Никто не мерил в JTK 8, кроме тех людей, которые лень было описать, а вы взяли, померили и рассказали. Во время вот этого эксперимента все время оставайтесь в фокусе. Продолжайте копать независимо ни от чего. Если вы думаете, что есть какой-то магический этап, когда помимо вот этого фокусированного раскопок у вас настанет момент, что вы знаете все, вы дико ошибаетесь, прям почти дико ошибаетесь. Я в своей карьере могу сказать, что я могу решить любую айтишную задачу. Разница будет во времени. Я ее решу в нужном качестве, но какую-то я ее решу дольше, какую-то меньше. И честно признаюсь, я по-моему ни разу не признавался, приходит куча людей в Slack в наш чат Java задает вопрос, на которые не знают ответа. Я понятия не имею, о чем люди спрашивают. Не спрашивают о Tomcat, а еще о чем-нибудь, я его никогда не узал. Хотя я работал с клауд и распределенными вещами, конкретно Tomcat я вообще никогда не использовал. Люди приходят, спрашивают, я не знаю, что им сказать. Но если у меня будет эта задача, я решу с нужным quality. Просто потому, что моя зона фокусировки всегда была в другом месте. И вот тут, кстати, очень опасно. Не дайте никому, и поэтому я начинаю наш эпизод пилотный с общей вещи, вас одурачить и отвлечь от вашей темы. Вы будете ходить на разные подкасты, где вы будете рассказывать об интересных технологиях. Кто-то скажет, что структурное программирование лучше функционального, кто-то, что функциональное лучше структурного. Ни в коем случае не отходите от вашего фокуса. Вы копаете лист, копайте этот лист. Если вам кто-то говорит, что функциональщина хорошо, в вашем листе структурное программирование, то узнаете, почему оно структурное. Написать о качестве задачи долгосрочной – да, а в качестве задачи на собеседование – нет. Да, сейчас я закончу последнюю мысль. Так вот, ходите на эти подкасты, но ни в коем случае не ведитесь на то, что кто-то вам рассказывает, что технология А крутая. Не бросайтесь ее учить. Воспринимайте все подкасты, которые вам говорят, что вот это круто, а вот то плохо, как просто подкаст, который расширяет вас кругозор. Когда вам говорят, что функциональщина лучше, разберитесь, почему она лучше, почему вы учите структурщину. Или наоборот, если вам говорят, структурщина лучше, разберите, почему сейчас в вашем фокусе функциональщина. Старайтесь их использовать как уточнение для себя, в какой сфере вы фокусируетесь и понимание, почему здесь. Но не больше. Ни в коем случае не уходите из фокуса. И цель вот этих горе выпусков очень многих – рассказать так, как будто люди вам несут манну небесную, неважно, что они рассказывают. И, как правило, это чисто очень сильно раздражает, особенно новых девелоперов. Они послушают, вау, там так круто, человек делает вот это и бегут туда. Вот это самое плохое, что можно сделать. Нет, у вас есть у вас маленький фокус, копайте, и через пару месяцев вы в этом фокусе будете лучше, чем любой синер-девелопер. Вы, в принципе, будете на левеле, к которому можно ехать на конференцию, хотя вы еще ни одного проекта не задали время. Ну, ладно, это я, кстати, много сказал. Давайте, друзья, говорите, что я не прав. Ну, как бы, я вот согласен с тобой и одновременно не согласен с тобой. То есть, как бы, да, ты говоришь правильно, но, опять-таки, смотря, какая твоя цель. Если твоя цель написать статью в блоге, то это все правильно. Написать статью в блоге это очень круто, потому что, если, возьмем такой пример, вы хотите просто найти работу и у вас есть блог, и если ваш блог популярен или если ваш блог технически интересен, ваши шансы найти работу резко возрастают, но есть, как бы, другие способы, которые вы можете либо, а, копать в нужном направлении, либо, б, заниматься такой, скажем, саморекламой. Ну, то есть, если сказать, откровенно, блог это некая форма саморекламы, где вы говорите, что ты дикой и умный, я знаю вот о всем, о том, чем я написал. И мне кажется, что в дополнение к тому, что сказал Слава, можно, или взамен того, что сказал Слава, можно, например, пытаться делать что-то практическое, и причем это легко начать, на самом деле, если есть определенное желание. И вот этим потом уже очень можно хорошо удивить других людей. То есть, например, я не знаю, Слава может, конечно, с мной поспорить по этому поводу, но мне кажется, если бы пришел, там, вот, если на собеседование придет программист, один скажет, а я вот, например, написал в там, Кате, там, то-то и то, маленькую фичу сделал, да, то это звучит, мне кажется, лучше, чем сказать, что я написал статью про список. Как бы написать, конечно, что-то в там, Кате, добавить в там какую-то фичу, это не так просто, но, с другой стороны, это то, к чему можно стремиться. И не обязательно написать в там, Кат, можно написать в десятки, сотни, тысячи других опенсорс-проектов, которые есть. И чем они интереснее, и чем лучше ваш вклад, тем, собственно, лучше. И, кстати, те же опенсорс-проекты, это отличная форма саморекламы, вы кому-то можете вместо своего блога присылать ссылку на GitHub или вашу любимую платформу и сказать, смотрите, у меня тут вот 150 коммитов в три проекта. Я вот умею программировать. Как это? Достаю из широких штанин кубернета со гигабайта на три. Все потому, что я разработчик бэкэнта, а не какой-то там фронт-эндер. Да? Да, но на самом деле это очень валютный совет. Да, извини. И, кстати, это на самом деле довольно просто. Опять-таки, мне кажется, Слава может не согласиться, вот если вы начинаете что-то делать, особенно в плане практики, то, возможно, не обязательно фокусироваться, если вы просто еще не очень хорошо умеете программировать или у вас не достаточно опыта, то вместо того, чтобы сразу выбирать какую-то цель, вы можете сделать какой-то проект, который вы просто можете попрактиковаться, проверить свои силы и сделать несколько коммитов, а потом же начинать более серьезно фокусироваться и делать проекты в тех областях, в которых вам хочется развиваться. Ну, то есть, первый проект, вы можете найти простой, который будет, не знаю, две тысячи строк, и вы там спираете пару рубахов и поймете, что да, я могу это делать, я могу разобраться с чужим кодом, я могу делать изменения, я могу там делать то, чем потом будут пользуются другие люди, а потом через месяц вы возьмете другой проект, который уже будет сложнее и который вы можете дописать в свой резюме и уже этим даже гордиться, сказать, вот, я вот написал в такой проект, им пользуется там если человек, то есть, то есть, я не знаю, насколько слава с этим согласен, то есть, возможно, что сначала стоит, ну, особенно, если у вас немного опыта, если у вас много опыта и вы точно свободно владеете программированием, то вы можете просто сразу найти проект в вашей интересной сфере, интересной вам сфере и заниматься такой вот формой саморекламы. Ну, я, я на самом деле с этим согласен, я сейчас заодно отвечу на вопрос в чатике, тут кто-то сказал, что, да, разработчик, который знает только лист, лист не нужен, я соглашусь, не нужен вообще, обгнать его надо, а вот разработчик, который выступал на конференции с листом, то есть, никто не хочет нанять разработка, который только лист знает, зато все хотят начать вот того разработчика, который вот на конференции рассказал про лист. Вот это большая разница между тем, кто только лист знает и тем, кто о листе рассказал с экранов мониторов. По поводу open source, я полностью согласен, единственное, что я по себе знаю, возможно, у тебя другой кейс, если ты вообще ничего не писал, то никто тебя open source не возьмет. Ну, это можно, но... Обычно, я тебе скажу так, обычно люди не спрашивают, когда я пытаюсь что-то закомнить или пытался, когда не было свободное время, я заходил на GitHub, такой, оп, ищу. И такой думаю, смогу ли я его сделать? Насколько я понимаю вообще, что там спрашивают? Ну, окей, хорошо, я пишу такой, я это сделаю, точка. А потом, когда я уже это сделал, я просто слаю им commit, pull request и все. То есть, я не спрашиваю, возьмете ли вы меня потом себе в проект, я просто делаю им pull request и если им понравилось, то они... Ну, обычно, когда знаешь, ты не знаешь этот проект, то несколько циклов, когда они тебе говорят, ну, вот тут надо исправить, тут надо исправить, как-то ну вот все, хорошо, мы его забираем. Ну, да, согласен, согласен. С другой стороны, конечно, если вы, например, никогда не писали на, скажем, Скале, и вы не знаете, там, я не знаю, какую-нибудь биоинформатику, то брать какой-нибудь проект на миллион строк на Скале про изучение чешского кинома не стоит, наверное, то есть, можно потратить пару лет, пока вы сможете там посправить баку. Ну, так и нормально, да. Тут еще один вопрос задали, а как же узнать, что ты выбрал нужную фокусировку и нужную сторону копаешь, даже это будет с опенсорсом, потому что, да, можно взять опенсорс, а можно взять тему для накопания, на бейсике, вот, там, какое-нибудь написание нового алгоритма под мейнфреймы, да, вот. И тут Ваня уже отвечал на этот вопрос, на самом деле, главный критерий это деньги. Я бы еще рекомендовал каждый раз, когда вы гребете в одном направлении уже несколько месяцев, каждый раз поднимайте голову над водой и смотрите, окей, я теперь чуть больше знаю маястезе, давайте я пойду, посмотрю, насколько это востребовано. Идите на глаздор, смотрите, сколько ZP людям, у которых подобные скиллы. И вот постоянно смотрите на деньги, как хоть какой-то маячок того, что вы гребете в нужном направлении, чтобы не очутилось то, что вы в конце с навыками, бейсиками перла программирование под мейнфреймы и компьютер под архитектуру, который вы из статьи писали, существует всего в трех экземплярах и то в одной скоро будет декоммишн и, ну, в общем, да, вот, чтобы такого не было. Кстати, возможно, что, ну, как бы, есть две интересные стратегии, которые можно пользоваться, чтобы найти вот такую высокооплачиваемую нишу. Это искать технологии, которые уже умирают и быть единственным специалистом, который у них разбирается. Вторая область – это искать технологии, которых еще никто не знает. То есть, представьте себе, если бы сейчас был Андрей 1994 год и вы были бы одним из первых людей, которые начали бы учить Джаву, то сейчас вы, наверное, уже написали бы 10 книг, там, 300 блокпостов и зарабатывали бы очень много. С другой стороны, есть технологии, которые никто не знает и на которые никто не хочет учить, но которые все равно очень нужно поддерживать. То есть, я не знаю, Perl, не Perl, но, скажем, Кабол, например, очень такой распространенный пример. Думаю, что люди вполне могут зарабатывать очень хорошие деньги, намного больше, чем, скажем, Java-разработчики, потому что они знают Кабол и больше его никто не знает, но его нужно знать кому-то. Ну, это правда, кстати. это немного рискованно, потому что может оказаться, что вы выучили старую технологию, теперь она никому не нужна, ну, и вы, как бы, тоже никому не нужны с этими знаниями. И вторая, обратно, старая медали. Вы думаете, технология через пароль это выстрелит, я сейчас ее выучу, а она не выстрелила, ну, и тоже не получилось. Но, за... Да? Да, да, все. Ага. Извини. Не-не-не, все нормально. Я теперь в результате забыл, что хотел сказать. Может, ты не согласен, например. Да нет, но я на самом деле полностью согласен. То есть, это две ниши, я бы... Я туда... Ну, здесь у меня сайтов нет, да, сайтов нет, потому что я не лез ни в одну из этих ниш, я не учил умирающие технологии, не учил полностью неразвивающие технологии. Да, я учу Java всегда наперед, да, вот скоро выйдет девятка, я учу девятку. То есть, я знаю, что там не будет, как ее использовать, но это просто потому, что я в Java долго варюсь, когда я в Java долго не варился, я не учил наперед версии Java, поэтому я тоже слышал, что это работает, но вот мои кейсы с фокусировкой, я вот точно на себе проверяю, да, вот все, что сказал. По поводу этих вещей, я тоже слышал, да, вот так аккуратно скажу, что эта штука работает, но сам я через это не прошел, поэтому я не знаю. Я вот хотел еще раз сказать по поводу первой работы, да, получили вы первую работу, и это на самом деле является вашей первой ловушкой. Когда вы выходите на работу и получаете первый оффер, вы безумно счастливы, и вы начинаете вкалывать, потому что боитесь потерять эту первую работу и хотите показать ее лучше, и это нормально на начальных этапах, но вскоре вы заметите, что интересы вашего работодателя практически везде расходятся с вашими интересами. Интерес работодателя не сильно в том, чтобы вы выучились дальше, потому что если вы выучитесь дальше, то возможно у вас поменяются интересы, и на текущем работе просто нет места для более профессиональных мест. Им нужен джун, например, им нужен джун, им не нужен миддл, которого надо платить больше, и который не захочет делать ту же самую работу, он скажет, дайте мне двух джунов, я их организую. И вот здесь начинается проблема. Вы, у вас вроде бы растет КПД, но работодатель хочет, чтобы вы в это, в ваше освободившееся время просто вписывали больше однотипных задач. И вот это дикая проблема. Вам будет рассказывать о том, что чем больше ответственности вы берете, тем больше будет расти ваше ЗП. Это правда, вот это все тупо, это все правда. Но, внимание, напомню, каждые два года вы должны удваивать ЗП и перепрагивать через одну ячейку. Если вы будете следовать работодателю, у вас это не получится. Вот просто забудьте об этом, потому что вы не будете качественно расти над собой. Для того, чтобы расти над собой качественно, так или иначе, как только у вас освобождается свободное время, оно должно быть потрачено на самообучение. В какой-то момент времени вы заметите, что вы работаете четыре часа в неделю, в день, прошу прощения, неплохо было бы в неделю, да, еще четыре часа вы учитесь. За четыре часа вы делаете ровно ту же работу, которую полгода назад вы делали за восемь часов, остальные четыре часа вы учитесь. Само собой, на текущем месте вас не повышают, само собой, на текущем месте вас не промоутят. Это абсолютно нормально, вам не следует ожидать другого, потому что вы не увеличиваете число однотипной работы, которую вы делали в самом начале. Вы average, и вы вот сильно на серединке. Если вам дико повезло, я таких работодателей видел, которые понимают ваше стремление учиться, то вам будут давать дико разноплановые проекты. Это может быть межкомандные проекты, которые включают себя в разные технологии, никто их не хочет делать, потому что ни с одной стороны, ни с другой не хотят учить технологию противоположной команды, а проект сделать надо. Вот, если вам попался работодатель, у которого есть подобные позиции, он понимает ваше стремление постоянно расти качественно, то вам будут давать такие вещи. Таких работодателей мало, вот реально мало, те, которые понимают и те, которые хотят поддержать. Если вам не повезло с этим работодателем, то единственный вариант будет играть в игру с работодателем, чтобы вы выиграли, это не играть в эту игру. Как только ваше КБД растет, вы начинаете учиться. На вас будет смотреть косо, но, как бы, через два года вы уходите в другую команду, в другую контору или еще что-нибудь, где вы занимаете позицию там на серьезно выше, чем вы занимались до этого, и продолжаете делать ровно так же до тех пор, пока не найдете работодателя, который согласится на ваши условия. Если нет, то вы просто будете перепрыгивать, потому что, ну, в самом деле, да, вы пришли, вот простой пример, который я говорил давно-давно, давно-давно студентам, когда еще велочные курсы. Вот, учите сейчас седьмую Java, она тогда еще не вышла, потому что в какой-то момент на рынке будет востребована седьмая Java, все ваши пиры сейчас работают на шестерке, и вы сможете прийти на собеседование и быть лучше ихнего синера, потому что их синер точно такой же, наверное, сидит и учит шестерку, которая просто для того, чтобы быть более эффективной шестерки, семеркам и не надо, потому что они же не используют. В результате у человека 10 лет опыта, приходите вы с тремя годами опыта, но вы три года работали на седьмой Java, а он 10 лет работал на шестой и понятия не имеют, что такое fork join и как его использовать. Еще более дичайший прыжок был в восьмерке, когда появились лямбда, и тоже все, кто учили функциональщины, стали легче приходить на собеседование, где спрашивают именно восьмую Java, а все эти синеры, которые вот сидели на месте, но они там же и остались. Да, они более эффективны в решении своих задач, но количество рабочих мест, где они могут себя показать, все время сокращается. А вы быстренько занимаете нишу, где ваше знание вас требует. Иными словами, за два года ваша цель должна быть выбрать себе новый фокус, прокопать туда как можно глубже и через два года найти то место, где этот фокус уже оплачиваем. Потому что, ну, если вы банально за несколько часов тратя каждый день, включая выходные, за два года не смогли себя качественно развить на то, чтобы претендовать на более высокую должность, ну, наверное, вы не туда копаете или прям, или вы врете себе, что вы на самом деле копаете и учитесь. Так вот, повторюсь, сухое обобщение. Работодатель хочет увеличить количество однотипной работы, которую вы делаете. Хоть вы треснете. Если он вам дал седьмую Java в руки, он будет хотеть, чтобы вы больше задач по седьмой Java решали. Ему неинтересно, чтобы вы перешли на восьмерку, которая сейчас у вас не используется. И тем более, неинтересно, чтобы вы начали решать архитектурные задачи, если у них даже позиции такой нет. Но это интересно вам. У меня все. полезное. Последний абзац, который ты рассказал. Класс. Мне интересно, о чем подумал. Как интересно, в Японии, где у контор привычно пожизненно знаем людей, как там развиваются люди? Функционально. Я думаю, что... Я не большой специалист по японской культуре, но, возможно, как бы не очень сильно развито я, а очень сильно развито мы, но, опять-таки, я могу быть абсолютно неправ. То есть, может быть, люди не так сильно заморачиваются по этому поводу. Но если вы просто это кто-то чуть больше знает, чем про японскую культуру, может меня поправить. Ну, мы в Корее с тобой и друг мы были, поэтому, да, как минимум, за корейцев, можно сказать, у них развито мы, да, да. Главное, чтобы не я сегодня работал. Да, я покажу. Кстати, я хотел добавить слова к тому, что ты говоришь, если никого нет каких-то других возражений. Мне кажется, что вообще между работодателем и работниками есть определенного рода конфликт интересов. Ну, то есть, всегда работодатель хочет больше работы и платить меньше денег. Сотрудник хочет всегда наоборот, к минимуму. И желательно, мне кажется, вместо того, чтобы пытаться вот как-то хитро перехитрить своего работодателя, найти такого работодателя, с которым у тебя будет минимум конфликта интересов и минимум вот того, чтобы твоя работа совпадала, твои желания, твои цели совпадали с целями компанией. Например, если ты хочешь развиваться как архитектор, например, то лучше найти работу, в которой ты будешь 8 часов работать архитектором, а не искать работу, где ты будешь 8 часов, я не знаю, парсить джейсоны, и вместо того, что парсить 8 часов, ты будешь парсить 4 часа, а остальные 4 часа, ну, как говоря, обманывать работодателя и читать книжки. Ну, потому что тебе платят за 8 часов работать, ты работаешь только 4 или 6. то есть мне кажется, что оптимальный вариант, опять-таки, может быть, я не прав, ты можешь не править, это минимизировать этот конфликт интересов, вот, и чтобы интересы работодателя сопоставили с твоими интересами, и наоборот. Я отчасти с тобой соглашусь. То, что ты говоришь, это некоторый переходной этап, который случался со мной в жизни, и отчасти почему? Я согласен, что есть работодатели, и мне кажется, я наконец-то нашел, мне кажется, не уверен пока, да, я потом отчитаюсь. Но, вот рассмотрим вариант с архитектурой. Ты хочешь быть архитектором, ты попал в контору, небольшую контору, в которой ты стал архитектором. Скорее всего, тебя завяжут на текущий стэк. Ты никуда с текущего цепи не слезешь, будешь копать. И все, ты на самом деле начинаешь с этого момента деградировать. Тебе не интересует построение стэка на гласфише или на новом томкете, если у вас на работе томкете 7. И никто не будет поощрять чтение книг, как это можно было бы сделать на другой базе. Да? Да, я согласен, но это, например, идеальный пример. Но, опять-таки, конечно, идеальный пример. Например, ты хочешь разобраться в операционных системах, и ты работаешь, где не будет, и целыми днями пишешь Linux. И потом, это, во-первых, дайте возможность 8 часов в день практиковаться над тем, чем ты хочешь заниматься. А потом, когда ты, например, хочешь сменить работу, ты можешь сказать, я не просто 4 часа в день читал книжки про Linux, я вот написал вот такие вот модули для Adron, например, я 8 часов там в день работал над Adron. То есть у меня есть опыт, у меня есть реальный проект, который я делал, ну и, собственно, знания. Смотри, то, что ты говоришь, у тебя есть опыт, но у тебя есть опыт по Linux. Вот конкретно в твоем примере ты получил дикий опыт по Linux и ты можешь перейти и радостно на работу по Linux. Ты уже на работе по Linux, куда тебе говорить. То есть, ну нет, ну не обязательно, не обязательно. Почему? Я же не знаю, какой там ландшафт, собственно, этих разработок операционных систем, но, предположим, думаю, не только с Linux на Linux можешь перейти, думаю, может, с Linux на Windows, думаю, тоже вполне реально. Да, но опыт-то у тебя только на Linux. Вот с Linux на Windows было бы классно сказать, вот у меня куча модулей на Linux и вот я знаю Windows. Нет, ну это само собой, то есть, как бы, давай, например, если ты работаешь, не знаю, опять-таки, каким-нибудь татаналитиком, да, а потом ты хочешь перейти и работать где-нибудь архитектором или Cloud Engine Cloud девелопером, то как бы ты меняешь просто область, то твои знания в предыдущей области, они совершенно никак могут тебе не помогать в новой области. Но желательно, что если та работа, которую ты делаешь на своего работодателя сейчас, она бы помогала тебе в карьере потом. То есть, ну, независимо от каких-то конкретных примеров. Ну, может, я не очень хорошие примеры подбираю, но ты понимаешь, что я пытаюсь сказать. Да, да. Я хочу сказать... Да, у нас хороший пример привели вот в чате с админа-напрожемиста. Да. я хочу привести пример, некоторые примеры идеальной работы. Я, кстати, не на ней, не на том примере, на которых сейчас привести. Это работа Григория Бакуна, известного вам как Бобок по радиотам. И он вице-президент по распространению технологий в Яндексе. И, собственно, если верить описанию, которое он давал в своей работе, я не знаю, на самом деле, но вот верить тому, что он сказал, то его основная задача мониторить то, что происходит в мире и то, что происходит в Яндексе. И яндексовые технологии вытягивать в Open Source, а Open Source перенимать в Яндексе. То есть, в принципе, его основная работа постоянно увеличивать свой кругозор и понимать, как это вписывается в текущую архитектуру и сказать, ой, вы знаете, все, зачем нам наши контейнеры, если докер уже вышел на стейбл, давайте мы интегрируем докер. Ну, это утрировая, я не вряд ли докер внутри изайт, но, наверное, изайт контейнер. Так вот, интегрировать докер, чтобы банально комьюнити поддерживала докера, а мы там иногда котребьютили, и нам не надо будет вся та тема, которая сейчас пишет наши внутренние контейнеры. То есть, вот он постоянно растет в своем кругозоре и постоянно фокусируется на каких-то технологиях, до тех пор, пока не изучит, не примет на их счет решение и не переходит к следующим. Это прям моя в некотором плане dreamwork. Я далек от нее, но я все равно близок к работодателю, который учитывает мои интересы максимально. Как мне кажется, повторюсь, я еще 100% сказать об этом не могу. И по поводу комментариев админа программиста, я на своем опыте знаю, что админы становятся самыми лучшими девопсами, поэтому идите в девопс, идите в Amazon, там, наверное, самое лучшее место девопсить, а из девопсов вырастают самые лучшие архитекторы. Это прям самые лучшие архитекторы, это обычно не программисты, которые вообще не понимают, как крутится их неоплекуха, где она там на серверах бегает, для них это такой черный ящик, такой темный лес, а вот из админов вырастают реально крутые дядьки, которые говорят, как высоконагруженная распределенная система на самом деле будет работать, ну да, вот идите через постель, туда. Ну и еще, конечно, хотел бы добавить к вам славы, что мне кажется, оптимальное знание, так скажем, Т-образное знание, когда у вас широкий кругозор, где вы знаете, впрочем, довольно много про вашу область, и какая-то узкая специализация, где вы знаете много в одной конкретной теме, то есть вы знаете немного обо всем, и много, о листе, о листе, много о листе. О листе, да, все, я знаю все о листе. Мне еще интересно, вот как вы думаете, когда вот этот путь получается, и все вроде бы хорошо, каждые два года, и появляется творчество и мастерство, к чему все-таки в конечном итоге кто как стремится идти, когда, возможно, из идеального сотрудника пришло время стать работодателем, или еще какая-то более-менее конечная цель, которая в идеальном мире, например, существует. Какие-то представления есть у вас? конечная цель такая, что, конечная цель CTO, Chief Technical Officer, и в отличие от CEO, CTOшником очень легко стать, ну как очень легко, CTOшником можно стать, потому что есть куча всяких раздолбаев менеджеров, которые создают проекты, они знают, как их сделать, они нанимают стать CTO. На самом деле, на самом пути я дважды мне была предложена роль CTO, но в начинающем подкасте, где денег просто не было, и у меня есть семья, у меня есть свои задачи, я не могу так сильно рисковать, но на каждом этапе у вас будут места, где можете уйти в CTO и стать Chief Technical Officer в какой-нибудь конторе, просто пойдите на самом деле на глаздоре, наберите CTO, вы увидите, что да, есть предложение стать CTO. Мне кажется, что я немного не согласен с этим. Ну да, CTO быть хорошо, но все зависит от личных целей. Например, вот в одной из книг, которая я могу посмотреть в конце подкаста, был описан пример консультанта-профраммиста, цель которого была не столько зарабатывать много денег, сколько зарабатывать достаточных денег, но при этом работать меньше. Ну, то есть, например, зарабатывать не много денег за 40, в качественную рабочую неделю, работать 20 часов и зарабатывать стандартную зарплату. Это тоже может быть ваша цель. Ну, или ваша цель, то есть, почему бы нет. Ну, или цель, опять-таки, может быть, стать из наемного рабочего перекискашем консультанта, где вы как бы вот такой средний некий вы и наемный рабочий, и как бы сами по себе. Так, ну, хорошо, я предлагаю, на самом деле, быстро подвязываться, я сейчас узнаю, вдруг, Глеб еще что-то хочет добавить, мимо того, что он сказал вначале, насчет того, насчет чего, насчет курсов и тому, как они помогли ему прийти туда, к он пришел, после этого предлагаю поспрашивать Ваню про книги и на этом финалить, потому что мы достаточно долго сидим. Ну, вопрос сначала, Глеб, если нет, то окей, то есть, ты уже просто сказал вначале, поэтому... Да, я хочу всех поблагодарить, кто пришел сегодня на наше мероприятие, и надеюсь, что мы будем проводить их почаще. Вот, ну и передаю слово. Хорошо, да, расскажи, Ваня, про книги, потому что ты обещал. Да, конечно, я сейчас буду писать прямо в чат. Я скажу сразу, что все книги, они на английском, те, которые я читал, я думаю, что есть русские переводы, но тот, который я дал бы себе пять лет назад, был бы больше английский, хотя бы на уровне чтения, потому что это очень сильно помогает в карьере, просто неописуемо, хотя бы даже то, что есть доступ к огромному количеству информации, если ты знаешь английский язык, которая просто нет на русском. Итак, первая книга. Пока ты ищешь... Это название? Нет, я просто пишу название. Секунду. Вот, это первая книга. Это первая книга, она, насколько я помню, написана профессором, довольно известным в области, по-моему, распределенной технологии. В ней описано, как некоторые люди добились своих целей в разных областях, не только этичных, но и этичных тоже. И он дает как бы простой, ну, как бы, простой в понимании, но сложный в исполнении и совет, как добиться своих целей, как ставить свои цели. Не только с IT, но много примеров из IT. Следующая книжка называется... Вот, Слава, давай, копируй. Покусы сегодня. Сабмит или пуш. Да, небольшой дилей. Вот, это Passion Programmer. В чем-то эти две книги пересекаются друг с другом, но Passion Programmer, как вы можете понять по названию, на исключительно про программирование, советы, в общем-то, программиста, программисту, как стать, ну, вот, очень таким выдающимся программистом. Она довольно интересно, легко считается, и она не только тем, кто хочет, скажем, стать, там, консультантом или кем, а, возможно, даже хорошим, высокооплачиваемым, наемным рабочим. Так, и последняя. Вот, она называется Soft Skills. Я думаю, вот, Слава, можешь скопировать. Я не уверен, что в этой книге есть русский перевод, потому что она совершенно новая, и мне кажется, она вышла меньше, чем год назад, и ее написал известный человек, автор многочисленных, да, потому что программер есть на русском, это очень известная книга. Soft Skills, ее написал довольно известный человек, по-моему, он сделал порядка 40, или, может, даже больше курсов на PrevularSite, и он написал в этой книге около 80 советов программиста, начиная от построения карьеры, заканчивая советами в спорте. То есть, она кажется довольно абсурдное сочетание, но она очень интересно, легко считается. да, вот именно soft skills, именно она, тут в чате уже пишут ссылку. Она, кстати, стала довольно большим хитом, по-моему, она вышла в топ продаваемых книг по IT на Амазоне. И в ней тоже есть очень много советов по поводу карьеры, и не только. То есть, она в чем-то, возможно, повторяет эти две книги, но очень много, там есть очень много советов на другие темы, например, как вести себя на работе, какие у вас пути развития программиста или как они называют свои личные финансы. И у автора этой книги есть свои подкасты и тоже очень интересно их слушать. Вот, а вот тут спрашивают, как считать книги до конца. Признаюсь, я в основном книги слушаю, потому что очень много времени, когда их можно слушать, но их никак нельзя считать, например, по пути на работу. А ты знаешь, а ты как открываешь какой-нибудь как это, ну, Linux в картинках и там прямо тебе код читает в аудиоклинии? Ну, такие книги, такие книги, конечно, не послушаешь, но очень много книг, например, в So Goods They Can't Ignore You, вполне можно легко прослушать и понять, там нет кода. Поэтому сложно. И не знаю, есть ли Passion Programmer в аудиоверсии, ну, Soft Skills точно есть. Да, и вот еще представили Simpleprogrammer.com это именно от автора этой же книги тоже довольно интересный сайт. Я понял. я вот еще парню, который, или девушке, который не может книги до конца почитать, я советую прочитать статейку, которую скоро вводит Вячеслава. Там буквально прям руководство к действию, как сделать, если что-то. И не только про книги. А, точно, да, это молодец, подвязался, вот хорошо. Да, еще интересный комментарий выше, какие советы дадите, если цель своя IT-компания. Ну, лично моя идея в том, что спрашивать надо про рыбу у рыбака, найдите у кого есть своя IT-компания и позадавайте вопросы, я думаю, будет более полезно. А ты понял, Ваня, как только что нас Глеб опустил? Вот ты сейчас почувствовал вот этот скрип, скрип. Ты воспользовался своими советами, через два года станешь СТО и у нас будет еще один подкаст. И мы спросим у тебя, как же ты стал СТО? Вот по поводу Ваня, как это, не бровь о глаз. Есть такая штука СТО-каст, это подкаст, где на русском языке, где постоянно приглашают СТОшников. Вот их там, приглашают СТОшников, тогда Мпутун приходил, пойдите туда и послушайте. Но опять же, если своя компания, может вы в роли СИИО, а вот я не знаю, СИИО-каст. Ну просто да, для раздолбаев не делают подкасты, поэтому... Не, я шучу, конечно, шучу. Просто мы можем это будет с чем. Да. Ну хорошо, да. Да, давайте финалить. Я тут, Глеб молодец, сказал о том, что я еще готовлю статейку о продуктивности, она чисто о продуктивности. Я об этом уже разговаривал в других подкастах, поэтому в подкасте говорить не буду, но статья будет. Вот все о том, что я говорил с голодным в The Art of Programming или в Raw Mind, вот все это детализировано выйдет в статье на Мегамозге, она на редактировании и на вычитке, да, вот о квантах, о помодорах, о том, почему стоя, вот это вот все вместе, да, и каким образом получается делать в 4 часа больше, чем у людей в 8. Почему спать надо? В общем, все, все, в чем я обычно люблю утвердить, только конкретные мои практики. Ничего левого, чего не работает, конкретно вот, что я делаю, что у меня работает, какие метрики получают. И очень длинная. Ну да. А я напомню, что сегодня с вами были гости, и давай, вот скажи, Ваня, на прощание, что ты хочешь, вот пропиарь что-нибудь, расскажи, насколько тебе понравилось, хочешь ли еще, да? Да, 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 я хочу еще, и если вам интересно, можете следить за мной в Твиттере, и у меня есть свой блог, который, правда, только начинает существовать. Давай, кинь ссылочку в Твиттере в блог. Давай. Пока все, все мониторы на тебя. Тоже. Да. Сейчас, вот это Твиттер. Ты знаешь, ты, я когда из Амазона уходил, я выслал письмо, прощальное, и я в нем допустил ошибку в своем e-mail. То есть, ну, я еще думал, что мне никто не пишет? Планкинский. И сайтик, да, я рекомендую сайтик, это что Python, точнее, не скажи, что это о Питоне, в основном. Да, это о основном Питоне, и если, кстати, вам что-то хочется, какую-то статью про Питон, если вдруг хотите учить Питон, то пишите мне куда-нибудь, например, в Твиттер, или, вот можете слова попросить, он мне там что-то ретранслирует, я напишу. Или в комментариях, можете читать блог, писать комментарии. Ну, я бы, да, я как-то не подумал, надо было немножко времени выделить, я бы рассказал, что мне нравится из твоих статей, там есть пару статей, дорогой наш Глеб, а ты хочешь что-то пропиарить, или сказать, или я не знаю, ну, ты уже пропиарил, но на прощание. Подписывайтесь, хотя тут, наверное, только наши все ученики, новых нету. Продолжайте быть с нами, будет очень интересно. Мы готовим новый курс, тем более, вот, в ближайшее время, да, у нас такой прям трейлер получится. В ближайшее время будем записывать пилотный урок, и все только начинается. Ну, хорошо, я хочу сказать, что... У нас много человек есть, извините. Отлично. Я хочу сказать, что мы будем восстанавливать эту традицию, делать ее еженедельно по поводу Киэй. Вы можете говорить любые вопросы, абсолютно любые, мы пообсуждаем, и в следующий раз мы бы хотели, чтобы... Что курс, курс про генерики. В следующий раз мы хотели бы, чтобы еще и вы звонили в студию, потому что мы не зря поднимаем хами-аут, кто угодно может звонить и спрашивать или говорить, что кто-то неправ из гостей, или я неправ. Ну, такое говорить не надо, у меня есть магическая педалька мьюта, и он сможет коннектор пропасть. Я шучу, конечно, шучу. У нас плюрализм мыслей, мы всех любим, даже если вы PHP-девелопер. но напомню, просто в сухом остатке у вас должно быть фокусировка, не теряйте фокус, и что бы вы ни делали, будьте там профессионалом. Мы с вами на всем прощаемся, в следующий раз вас ждем, и в следующий раз мы уже затронем больше хардкорной темы, как мы вам и обещали, а не такие поверхностные. Но, опять же, насколько вам понравится, может, вы скажете, давайте дальше гните вот эту вот вещь, потому что я уверен, что общая информация, на самом деле, общая, вот конкретно эти практики, все равно, что вы учите, если вы не вкалываете и не пользуетесь теми советами, которые повышают вашу продуктивность, вы сильно нигде не накопаете. Поэтому продуктивность это ки ко всему. Окей, с вами были мы, друзья и компания. До новых встреч, в следующий раз. Спасибо вам большое. Пока-пока. Всем пока.